В Ацульской школе посёлка Темник обучается 61 ребёнок. Для полноценных занятий физкультуры здесь необходимо строительство спортивного зала с тёплым переходом к основному зданию. Сейчас школьники занимаются спортом на площадке со специальным покрытием. Есть в общеобразовательном учреждении и футбольная команда девушек, которая успела выиграть несколько крупных соревнований. Эту площадку построили давно, но она уже старая стала. Мы хотим, чтобы у нас был спортзал, так как мы зимой играем на улице, мы одеваем тёплые куртки, носки и идём играть. Потому что у нас нет возможности играть где-то в тёплом помещении. Нам приходится играть, мы играем тут. Когда у нас не было этой площадки, мы играли, на льду играли. Глава Бурятии поручил Минсельхозу Республики оказать содействие и помощь району по подготовке заявки для участия в целевой программе комплексного развития сельских территорий. В эту же программу хотят включить ремонт дороги в посёлке Темник. Было предложение включить строительство спортивных залов в программу комплексного развития сельских территорий, которая сегодня успешно реализуется в Республике Бурятия. В этом году почти 550 миллионов рублей было направлено по этой программе для строительства разных социальных объектов культуры, образования, инфраструктуры и так далее. На следующий год мы оцениваем примерно то, что мы по этой программе получим финансирование в полтора миллиарда. Также во время рабочей поездки в Селингинский район Алексей Цыденов посетил тренировку юных учеников в Ууссе Ташир. Три года назад благодаря поддержке правительства Республики здесь появилось специализированное место для занятий стрельбой из лука. В секции занимаются 42 спортсмена. Раньше мы тренировались, там, получается, старый был спортивный зал. И то это, по-моему, был не спортивный зал, там было холодно. И дистанция, то бишь, короткая дистанция. И там плохо было тренироваться, можно сказать, условий нет. Здесь построили лукодром, здесь, получается, все условия, и дистанция, и оборудование, все есть для хороших продуктивных тренировок. В Ташире главе Бурятии представили и обновленный дом культуры. Ремонт здания стал возможен благодаря нацпроекту культуры. Теперь здесь есть не только обновленные помещения, но и новое музыкальное оборудование. Все работы обошлись в 13 миллионов рублей. Ну и мы рады, вот сейчас, вот, посмотрите, вот это, как бы, получается, символ юрты дымохода. Ну, мы стараемся, конечно, для наших односельчан создать здесь уют, комфорт, чтобы им было приятно сюда приходить. Во время рабочей поездки Алексей Цденов ознакомился и с сельскохозяйственным кооперативом «Сады Селинги», который объединяет 46 производителей. Так Анатолий и Наталья Стопа уже четвертый год занимаются выращиванием облепихи. Сейчас, когда работает очень хорошая государственная программа субсидирования садов, то бишь, вот в этот, именно в этот момент нам предложили районные администрации сначала, а потом Министерство сельского хозяйства, и мы сможем, посоветовавшись на семейном совете, решили возобновить именно вот в нашем поселке растет и то поколение, которое занималось это, имеет какой-то опыт во всем этом, да, и подсказывают наши старожилы, нам очень хорошо помогают. На первое время Наталья и Анатолий взяли в аренду 14 гектаров земли. В перспективе хотят расшириться до 100. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятия, для выращивания облепихи будет реконструирована Цагангольская оросительная система. Стоимость проекта 1,2 миллиарда. И вот эта система может орошать 2500 гектар земли. И, соответственно, когда будет вода, то можно развивать облепихиевые плантации. На сегодняшний день существующие каналы, они захлоплены, и, конечно, в ходе реконструкции они будут восстановлены. А те облепиховые кусты, которые ранее существовали, они уже выродились где-то, высохли. Ну и, соответственно, все это надо будет восстанавливать. А в соседнем совхозе облепиховые выпускают разнообразную продукцию. Основная, конечно же, облепиха. До 1995 года после сбора она сдавалась на Уан-Удэнский завод безалкогольных напитков. Но последние 25 лет ее перерабатывают в темнике, выпуская облепиховое масло, джем, сироп и сок. Отметю, что общая площадь культурных садов кооператива «Сады Селенги» составляет чуть более 27 гектаров. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. Селенгинский район.